Идея расширения пространства в ходу не только у жителей Хрущевок. Обитателям легендарной сталинской высотки на Котельнической набережной тоже приходится раздвигать стены и поднимать потолки. Когда дизайнер Ольга Кондратова купила компактную трешку в одной из боковых секций, главными ее преимуществами были шикарный вид на Москву-реку и возможность перепланировки. Здесь классическая такая сталинская расческа, то есть все на одну сторону. Это ригельная система. Здесь нет несущих стен, но есть вот такие балки, которые соединяют несущую стену и внутреннюю стену дома. Новую планировку задала анфиладная гостиная. Под нее Ольга отрезала без малого половину квартиры. 31 метр из 70. Раньше их занимали две комнаты и большой коридор. В маленьких метражах мы не имеем права оставлять 7-метровые коридоры. Это очень неудобно. Мы должны добавить эти коридоры к площади. Из прежних архитектурных излишеств спасать было нечего. Лепнину, классические двери, паркет-елочку пришлось воссоздавать. То есть если мы посмотрим сюда, мы увидим, что здесь очень большая толщина стен. Поэтому я сделала такие зеркала, которые позволяют видеть Кремль, не высовываясь из окна наполовину. И это очень удобно. И благодаря этим откосам я сделала такие глубокие подоконники, которые стали рабочим столом. И эти подоконники на них можно еще и сидеть. Проемы Ольга декорировала только полупрозрачным тюлем, чтобы визуально добавить гостиной пространство. Стену напротив оформила большим зеркальным полотном. Оно отражает свет с улицы и дает глубину. Двери в комнату и прихожую сделала максимально высокими. Выше я не могла. Вот здесь видна полоска. Это несущий ригель. Дверь сейчас 2,60. Меня часто спрашивают, не будешь ли ты казаться пигмеем, проходя в эти двери. Но, как видите, я со своим ростом пигмеем вроде как не кажусь. И из-за этого люди, когда приходят, говорят, о, у вас очень высокие потолки. На самом деле они здесь не настолько высокие, как мне бы хотелось, там не 4 метра. Подстать дверям книжные стеллажи, которые Оля встроила в нишу под ригелем. До недавнего времени на месте одного из них был кухонный фронт. Кухня была 2,40. Всем тоже она казалась очень маленькой. Потому что здесь была двухкомфорочная плита, посудомойка и мойка. Потом я поняла, что не в традициях нашей семьи кушать на кухне. И это неверно. Кухня – это служебное помещение. Оно по иерархии ниже гостиной, ниже столовой. Они не могут находиться в одном пространстве. Поэтому кухня отсюда, конечно же, унесла. Она здесь совершенно лишняя. И поэтому всем нашим заказчикам я советую кухню прятать. Свою Ольга отправила в весьма неожиданное место. В прихожую. Вот она здесь. Вот такого размера. Меня часто упрекают в том, что это очень маленькая кухня. Дизайн этой кухни целиком и полностью сделан в духе шкафов книжных, чтобы объединить эти все пространства. И главная моя идея была, чтобы кухня не казалась кухней, а казалась некой такой рабочей поверхностью. Ну, как видите, здесь можно много чего хранить. У меня здесь достаточно свободно и все помещается. Просто должна быть логика и здравый смысл, когда расставляешь вещи. Естественный свет попадает сюда через большое внутреннее окно. Прорезала его Ольга из комнаты, в которой раньше жила дочь, а теперь обитает сын. Ну, а прежним жильцам она служила кухней. На месте бывшей кухни я очень люблю размещать детские комнаты, потому что они такие маленькие, компактные, уютные. И здесь для детской самое то. Я все время говорю о том, что шкафы не могут быть высотой 2 метра, если они не встроены, то есть если шкаф отдельно стоящий, его высота оптимально 140, 150, ну, 170, не более того, а особенно в детских комнатах. Тогда вы чувствуете объем и воздух. Объединенный санузел своих границ не менял. Простором и атмосферой он больше напоминает жилое пространство. Здесь много текстиля, есть настоящая люстра, как в комнате, гипсовые лепнины. Но так как я не сторонник сушить белье на балконе или на лоджии, я нашла такие два глобальных решения. Во-первых, у меня машинка с функцией сушки. Во-вторых, это сушильный шкаф. Вот с такими дверками. Наверху там вентиляция, электрический полотенцесушитель. У меня есть такая маленькая лесенка, на которую можно забраться и все развесить. Все остальные вещи Ольга разместила за гладкими и почти незаметными фасадами в гостиной. В ее семье четко работает правило. Одна вещь в дом пришла, другая ушла. То есть, видите, этого шкафа даже более чем достаточно. Вот здесь все разложено и главное, что все видно. На самом деле, кстати, если кто-то проектирует шкаф, лучше всего использовать ящики, а не полки, потому что видно. Вот ты выкатил, тебе не надо нырять в глубину, и оно так легко заезжает. Здесь же есть провода, места под дополнительное постельное белье, под скатертью. То есть места здесь более чем достаточно. Любовь к минимализму заставила Ольгу снести встроенный шкаф в крошечной спальне. В образовавшуюся нишу переехала кровать. Тем самым добавилось пространство. Вообще речь идет о том, что квартира не должна быть статична. Если мы что-то делаем, придумываем, в любом случае мы должны понимать, что семья растет, меняется, дети вырастают, появляются новые дети или новые задачи и заботы. Квартира должна меняться. То же касается кабинета за стеклянной перегородкой. Еще недавно он служил детской. Путем несложных перестановок характер преобразился. Скучных гарнитуров Ольга не приемлет. За предметами и искусством обычно охотится, а потом складывает интерьер, как пазл. Мебель разных эпох хорошо смотрится на таком нейтральном, молочном цвете стен, на таком вот нейтральных, спокойных полах. Вот вместе все это очень хорошо работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...